Предоставить, продолжить сессию, работу сессии и предоставить слово Николаеву. Вы готовы? Начало доклада я не буду, потому что это самое, я рассказал. То есть я вступление и сразу перескочу на вторую половину доклада. Вы назвали его. Мой пока. А потом... Сейчас. Значит, ошибочный перевод Эллера законов Ньютона. Это является дополнением к основной книжке, где гравитация и так далее, все расписано. То есть все, что помогает, как бы учебник. Значит, я начну вот с того, просто повторюсь и сразу туда бегу. Нам необходимо рассмотреть три вопроса. Первый. Модель механики, которой вы пользуетесь и называете классической механикой Ньютона, правильная она или ошибочная? Сама по себе, как рассудал тот, кто ее придумывал? Второй. Есть ли это мои экспериментальные доказательства? Третий. Там модель классической механики, которой вы пользуетесь и называете ее Ньютоновской. Кому она на самом деле-то принадлежит? Галилею Ньютону? Это у них одна механика. Или Гюйгенсу? Вот на третьих вопросах. И сразу бегу туда, значит, это самое, в тот конец. Так, вот отсюда. Заключение. Итак, в физике очень много запутанного. В некоторых случаях термины энергии мощности правильные. Это механика, электродинамика. Но в большинстве случаев это кинетическая энергия, потенциальная энергия, термодинамика, они ошибочные. Здесь мы рассмотрели вопрос, как запутали все в физике и мощность стали называть энергией. Но и это все оказалось неправильно. Эйлер неправильно перевел законы Ньютона, исключил из процесса причину, причина это гравитация, и ввел некую силу, которой в природе не существует. Теперь первый вопрос. Модель механики, которой вы пользуетесь и называете классической механикой Ньютона, правильная она или ошибочная? Центр стремительного ускорения в природе не существует. Это очередная ошибка в физике, которую необходимо исправить. Откуда появилась формула центр стремительного ускорения? А равно В квадрат на Р. В энциклопедиях написано, что первым к этому приложил руку Гюйгенс. Пускай будет Гюйгенс. Чтобы ошибки Гюйгенса были более заметны, будем рассматривать конкретный случай движения Земли вокруг Солнца. Как рассуждал Гюйгенс, выводя формулу для стремительного ускорения. Земля движется равномерно по окружности с радиусом r и со скоростью v. В данный момент времени Земля находится в точке А и имеет скорость v. Это изображено на рисунке. Земле хочется двигаться по инерции, но гравитация ее все время возвращает на линию окружности и поэтому вращается. Это так рассуждает Гюйгенс. Гюйгенс предполагает, пусть путь АВ будет движением вперед, а путь ВС возвратом на линию окружности. Тогда из треугольника, а он один-единственный там, можно следующее выражение получить. Подставим эти обозначения в теорему Пифагора и получим длинненькое выражение. Если пренебречь последним членом, предыдущим членом квадрата, тогда получается очень красивая формула, которая и... Не надо, это и один раз. Тогда получается очень красивая формула. b равно... Это почему b, а не а? Все как в энциклопедии. То, что рассуждал Гюйгенс, один к одному каждый может заглянуть в энциклопедию. То, что я рассказываю. b равно v квадрат на r. И дальше тоже тут. Будет все энциклопедия. Этот процесс Гюйгенс смоделировал и написал неправильно, ошибочно. А в чем ошибка Гюйгенса? Первая ошибка. На участке А, Б, движение земли Гюйгенс применяет в качестве характеристики перемещения скорость. А на участке возврата, Б, С, вдруг ни с того ни с сего ускорение Б. Оснований делать никаких. Это просто несерьезно и неправильно. А как же должно быть на самом деле? Это изображено на следующем рисунке 5. Это уже мой рисунок. Значит, на участке А, Б, скорость надо представить как линейную, В1. А на участке Б, С, там где у него возврат, как центростремительную скорость В2, которая является результатом гравитационного взаимодействия. Никаких ускорений нет. Все перемещения характеризуются скоростями перемещения. В рассмотренном процессе есть две скорости, В1 и В2, и их результирующая, ВР. Сейчас возвращу на секундочку. Потому что убегу опять. Вторая ошибка. Далее, линейную скорость В и радиус окружности Р Гюйгенфа считал известными измеряемыми величинами. Однако это не так. Линейная скорость В, или я ее назвал В1, вектор которой является касательной к окружности, это воображаемая скорость. То есть замерить ее невозможно. А что мы тогда измеряем? А мы измеряем реальную скорость. Скорость ВР, связанную с конкретным перемещением тела в пространстве. Это изображено было на рисунке 5. Не буду возвращать. Например, вчера планета была в точке А. Возвращу. Была в точке А. А сегодня уже находится в точке Б. Астрономы берут этот путь, АС, и делят на время, и получают скорость. Но скорость это скорость ВР, скорость перемещения. Например, вот тяна. Современная физика и астрономия не знают об этом, или не хотят знать, или запрещено знать, и думают, что измерили линейную скорость. Третья ошибка. Рисунок в модели процесса, представленный Гюйгенсон, ошибочен, и он не соответствует действительности. На рисунке 5 были размещены векторы скоростей данного процесса по-новому. Вот заблуждение Гюйгенса. Он утверждает, что Земля хочет двигаться прямолинейно по инерции, но центростремительная сила возвращает на линию окружности. Однако это не так. Правильно будет смотреть как. Земля старается за счет инерции двигаться прямолинейной, но гравитационное взаимодействие, эфирные частицы, действующие одновременно и непрерывно с нижних сторон, заставляют Землю и Солнце двигаться вокруг общего центра масс по окружности. Как это эфир делает? Подробно о гравитационном взаимодействии в моей основной книге «Эволюционный круговая материя во Вселенной». Все происходит одновременно. Тогда два часа буду рассказывать, если про гравитацию еще. Все происходит одновременно, никакого возврата нет. Земля все время движется, имея вот этот результирующий вектор. ВР – реальная скорость, которая измеряется согласно перемещению тела. Вектор реальной скорости всегда направлен к линии окружности и всегда касается линии окружности. В1 – это линейная скорость, вектор которой является касательной к окружности. В2 – это центростремительная скорость, заметьте, скорость, а не ускорение, вектор которой направлен к центру окружности. Получается, что известна только реальная скорость и радиус окружности r. Неизвестными являются линейная скорость v1 и центростремительная скорость v2 Их необходимо рассчитать через известные величины Из двух треугольников Вот рисуночек, где я определяю центростремительную скорость, но не ускорение Из двух треугольничков Тригономическим способом я строю систему из двух уравнений Решая эту систему уравнений, получается формула v2 равно vr в квадрате деленной на 2r Как видите, все другое Во-первых, не ускорение, а центростремительная скорость Не линейная скорость, а результирующая скорость Ту, которую меряют астрономы, и на два радиуса Мы рассмотрели рассуждение Гюгенса и исправили допущенные им ошибки Теперь можно сделать основной вывод Раз в данном процессе нет центростремительного ускорения То, соответственно, нет и центростремительной силы Так, выводы придется пропустить Кто-нибудь использовал ошибочное название центростремительного ускорения Для серьезных доказательств физики? Да, конечно, им был Ландау Это стало основанием для создания еще одной механики Так называемой квантовой механики Об этом прочитайте в большой книге моей Второй вопрос Есть ли этому экспериментальные доказательства? Эксперимент с эффектом физо подтверждает ошибочность модели механики Гюгенса И торжество модели механики Галилея Ньютона Это был у меня вчера доклад отдельно Эффект физо только что рассматривался Третий вопрос Та модель классической механикой Которой вы пользуетесь и называете ее Ньютоновской Кому она исторически принадлежит? Галилею Ньютону или Гюгенсу? Во времена Ньютона еще не было буквенных обозначений И все открываемые законы писали словами Гюгенса и Ньютона По многим вопросам физики фундаментально расходились В каждой энциклопедии это написано Можете прочитать В основном труде Ньютона математическое начало Натуральной философии Понятие термина на латыни динамис Играет совсем другую роль чем в механике Гюгенса Динамис надо было перевести не сила, а движение Механика наука о движении, а не о силе Но Эллер почему-то при переводе законов Ньютона Вложил смысл в термин как сила на латыни динамис Заимствовав его у Гюгенса Эллер поступил очень некорректно Это обнаружилось при математизации законов А мне это стало очевидно, когда я написал статью Центростремительное ускорение А центростремительного ускорения нет А есть центростремительная скорость А раз нет центростремительного ускорения, то нет И центростремительной силы Это ошибка Гюгенса При всестороннем исследовании термина Центростремительного ускорения я обнаружил Что при гравитационном взаимодействии Эфирные частицы своей массой и скоростью Передают инерцию взаимодействующим телам например, Земле и Солнцу, с внешних сторон, а мы воспринимаем этот процесс как эффект притяжения. Инерция прямолинейного и равномерного движения тела, например, Земли, складывается с суммарной инерцией эфирных частиц, участвующих в гравитационном взаимодействии. Обе инерции действуют непрерывно и одновременно, поэтому они суммируются по принципу суперпозиции. Вероятно, Гюнгенс не знал, что существует принцип суперпозиции, и что из этого получилось, об этом далее. Какой смысл вкладывал в новые термины Ньютон? Спросить можно только у него. Раз мы этого сделать не можем, то обратимся к учению Галилея, перевод которого с латыни более правдоподобен, а смысл терминов, объясняющих процессы в природе, близок к действительности. Вот как это выглядит в буквенных обозначениях. Ньютон никогда не опровергал это у Галилея, и это соответствует определениям мощности и энергии. Определение мощности и энергии. Мощность – это количественная мера инерции объекта, любой частицы или тела. Энергия или работа – это математическое выражение, численно равное произведению инерции, инерции, в скобках мощность объекта, на время процесса. Попробуйте дать другое определение, чтобы было ясно, что должно быть V квадрат, как в современной в кавычках физике. В природе у материи всего три характеристики, имеющие физический смысл. Масса – количественная мера материи. Скорость – количественная мера движения. Мощность – количественная мера инерции. Никакой силы, F равно m на a, в природе не существует. И как результат, вместо инерции появляется ошибочная формула, урод, энергия. mv квадрат пополам. Квадрат – это из-за того, что сила. Однако, если нет силы, то нет и v квадрат. И можно обойтись инерцией. Нужно ли объяснять процессы и моделировать их с помощью, с применением силы, F равно m на a, или можно обойтись без нее? Что лучше, простое объяснение или сложное, а тем более ошибочное? mv – какое название присвоить этому термину? Это не что иное, как инерция. С другой стороны, этот термин заменяет смысл мощности в формуле. Работа равна энергии, равна мощности на время, или mv – т. Поэтому инерция, мощность, мощность инерции – это одно и то же. Что и как лучше проживется, покажет время. Инерция и как она передается. Не успеваем. Законы механики движения, ну, все законы Ньютона, Гука, и эти электрические законы, тоже это не успеваем. Физике уже более ста лет, как запрещены дискуссии. Ведь не было бы запрета на дискуссии, не было бы ошибок. Не будьте равнодушны, загнаны в тупик фундаментальной физики. Сколько еще вас будут дурачить и заставлять выучивать ошибочные молекулярно-кинетическая теория. Или несуществующее электромагнитное поле, законы и формулы. Пожалейте следующее поколение ваших детей и внуков. Вопросы. У кого есть вопросы? Если есть две минуты, то очень интересно, буквально две минуты, то я вам в качестве вашего вопроса, вот смотрите, какую предложу это самое. Зависит ли ускорение свободного падения от массы? Вот как кто думает, пока у меня тут выскакивает? Вот уже слышу, зависит. Зависит? Нет, не зависит. Значит, смотрите, это быстро очень. Один лист вот так. Это буквально, и начну доклад этого самого. Потому что я меньше одной трети прочитал вам от своего доклада. Аристотель считал, вот смотрите, зависит ли ускорение свободного падения G от массы? Аристотель считал, чем больше масса тела, тем быстрее оно падает. Галилей считал, чем скорость падения... Ой, а Галилей считал, что скорость падения не зависит от массы тела. Кто из них был прав? Оказывается, никто. Почему? Рассмотрим этот вопрос. Вы подбросили вверх тело с массой 1 кг. Оно достигло максимальной высоты и стало ускоренно падать. Это ускорение принято называть ускорением свободного падения. Вот формула, описывающая этот процесс. По механике это будет сила равна mg и формула энергии mv квадрат пополам. А вот по механике Галилея Ньютона, через инерцию mv, зададим вопрос. Зависит ли ускорение свободного падения G или начальная скорость падения V от массы тела? Вопрос чисто теоретический. Численные значения величин не интересуют. Важен ответ на вопрос, зависит или нет. Сначала, как решается этот вопрос в современной физике? Там, где вы не думаете никогда, там, где что выучил, спрашивают и все. Вот формула, которой им принято пользоваться, но не думать, насколько это верно. Значит, у нас сила равна массу 1 кг и ускорение свободного падения. И вторая формула, формула Ньютона. Значит, сила равна гравитационно-постоянная, та же масса 1 кг, масса Земли, деленная на r квадрат Земли. Затем эти две силы приравнивают между собой. Эти силы не равны. Первая сила меньше второй, приблизительно на 13%. Но к данному вопросу это пока отношения не имеет. Кого это интересует, это только в пятом издании. И у меня есть доклад, еще четвертый, если кто-то не придет завтра, я прочту вам. Он начинается как раз с этого вопроса. Почему масса Земли неправильно посчитана. Из этих двух формул составляют одну формулу. И в конце концов получают, вот она там, с краю. Значит, там ясно, что М1 нету. То есть, не зависит от массы. Но это не так. Для рассмотрения этого вопроса рассмотрим два крайних случая. Два крайних случая. Первый пример. У нас два тела с одинаковой массой. М1 равно М2. Для данного случая экспериментом может служить определение гравитационной постоянной. Все рассматривают только через эксперименты. Вообще, все доклады. В этом эксперименте массы равны. Масса 1 равна массе 2, равно 1 килограмму. А расстояние между ними равно 1 метр. Динамометр указывает, что если массы одинаковые, то притяжение одинаковое. Все одинаковое. Оба тела с одинаковой начальной скоростью сближаются. V1 равно V2. Как объяснить притяжение этих двух тел с одинаковой массой? Это объясняется моей теорией гравитационного взаимодействия. Если очень коротко. Эфирные частицы передают свою суммарную инерцию телам с внешних сторон. Суммарная инерция эфирных частиц, передаваемая телу с массой М1, сообщает ему скорость V1. Первая формула. Суммарная инерция эфирных частиц, передаваемая телу с массой М2, сообщает ему скорость V2. Примечание. Не путайте с тенью от источника света. Эфирные частицы летят во всех направлениях Вселенной. Проникающая способность у эфирных частиц больше, чем у фотонов, почти 10 в 20 степени раз. Вот что получается от того, что мы эти формулы суммарной гравитации рассмотрели. Вот получается М1 умноженное на V1 минус М2 умноженное на V2 равно 0. В этом случае у нас все одинаковое. Или перенесем, значит, это самое, разобьем на 2. М1 умноженное на V1 равно М2 умноженное на V2. Все равно. Это как гравитационную постоянную измеряем, когда один килограмм. Теперь из этого уравнения следует. Если массы равны, то их скорости равны. А вот если массы не равны, то скорости будут обратно пропорциональны массам. Второй пример. Теперь у нас масса одного тела М1 1 килограмм, а масса другого тела М2 равна массе Земли 6 на 10 24 килограмм. Расстояние между телами также постоянное. R равно 6300. Записываем уравнение. М1 умноженное на V1 минус М земли на V земли равно 0. Или, значит, из этого уравнения чему равна скорость Земли. Теперь вы можете подставить переменные значения для первого тела. Масса равна 1 килограмм, масса равна 10 килограмм, 100 и так далее. Вплоть до массы 1 равна массе Земли. При массе 1 равно 1 килограмм, величина скорости будет в 24-м знаке после запятой. При массе 10 килограмм величина скорости будет в 23-м знаке после запятой. При 100 килограмм величина скорости будет в 22-м и так далее. При массе 1 равно массе Земли скорости будут одинаковые. Как видите, ускорение свободного падения и начальная скорость сближения падения зависит от массы. Формула F равно M на G не общая, не теоретическая, а эмпирическая и носит всего лишь частный характер. И здесь же вопрос. Легко ли это все будет объяснить, если не рассматривать эфир? Вопросы потом, да? Почему все? Время у тебя вышло. Да, потом. Почему потом? А, может? Давай, давай. Человека уже давно тянет. Давай. Если очень-очень коротко. Значит, смотрите, я очень-очень коротко, но чтобы понятно было. Аристотель. Вечно бегущий эфир. Ньютон добавляет к этому вечно бегущему дальнодействие и быстродействие. Лисажа. Лисажа описывает. Два тела находятся. Ну, у меня немножко по-другому. В смысле слова другие. А Лисажа молодец. Значит, эфир своими словами в 1700 году. Эфир вытесняет это самое. С внешних сторон, с внешних сторон вытесняет между собой. И мы это принимаем как за притяжение. А почему притекает? Потому что, смотрите, эфир создает фотоны нейтрино. Результат термоядерного синтеза в звездах. Только фотоны нейтрино при термоядерном синтезе. Они летят во все стороны. И с каждым колебанием и та частица, и другая частица, и фотоны нейтрино создают эфирные частички. Их две. Одна отвечает за электрические магнитные поля. Это фотон рождает. А другая нейтральная. Гравитацию объясняет. И вот эти частички только нейтральные, только давят на массу, которые от фотона рождаются, они взаимодействуют с зарядом. И теперь, если у нас два заряда, то же самое. Между ними та же тень с этой стороны, вот этих уже вторых частичек, не долетит сюда, с той стороны не долетит туда. Но как переносится силовое взаимодействие? Они поглощаются. Те тоже, гравитация, там тоже все поглощается. А потом в виде минимального, ну, 3К мы называем у фотонов, это самое, излучается. Теперь смотрите. Вот они поглотились. Два заряда у нас, да? Они поглотились. Но вещество у меня устроено. Те же эфирные частицы, например, электрон содержит 10,37 степени эфирных частиц, которые, не имея ядра, объем за внутреннюю территорию. Плюс в одну сторону, минус в другую. Поэтому, когда на отрицательный заряд налетают со всех сторон частицы эфирные, они поглощаются. Но если есть тень, вот тогда они переразлучаются и сохраняют спин. Марсы летят. Математически это все совпадает с математикой. То есть моя модель отдельно, но с математикой официальной, ну, вихри вот эти совпадают. То есть она летит до следующего заряда. И, естественно, движение встречное она притягивает. У противоположного заряда, они тоже в эту тень лежат. Это передача силового взаимодействия. Тут спин. А когда магнитное поле, там в регулярной площади, даже как официальный, только там относительно этого проводника уже вот так. Спираль с малым шагом, и вот так они раскручиваются. Либо они вот так встречаются, либо они так. Все. Так, приступаем ко второму докладу. Желонг, да, Те. За меня выступает тот же докладчик. Коротко, тесно. Доклад рассчитан на час. А он должен уложиться за 20 минут. За 15. Может, за 15. Свою вредную филу. Давай название. Сейчас, сейчас, сейчас все прочитаю. Так. Не прочитал, стал двигаться. Значит, модульная система звезд нормальной светимости и их шаровых скоплений. Так. Так как этот доклад вот здесь на полтора часа, то мы немножко, ну, как бы сокращаем капельку. Оно не повлияет на смысл, потому что, ну, тут, как бы сказать, диссертация была на ней написана, кандидатская. Уже Лонгина. Так. Периодическая система звезд нормальной светимости. Системно-комплексное исследование сигнально-кодовые компоненты звезд нормальной светимости с использованием метода модульных вычислений позволило определить полный периодический ряд типовых звезд нормальной светимости и их основные параметры, а также создать инвариантную модель их связей и отношений, развивающихся во времени, в процессе их генетиса. Адекватно? Другая страница скакнула? Бывает. В данном случае массу, плотность, светимость и так далее мы можем рассматривать на момент времени перехода звезды от беструктурного образования к структурно-образованию. Началу термоядерного синдеза и переходу к периоду нормальной светимости. Светимость, как известно, зависит от можности излучения, а та свою от массы звезды. Мы уже сообщали в 2010 году о том, что шаговым числом освещенности является число равное 0,8π. Это был доклад отдельный. Светимость. Да, светимость. При равноудаленности источников излучения шаговое число остается тем же, но уже не зависит от расстояния до звезды. Через модуль 2997 определили количество нормальных звезд в ярхарическом ряду целостных дискретных объектов. Для начала необходимо определить массу наибольшей звезды номер 1 и наименьшей номер 118. Нумерация зависит от общего правила развития дискретных образований в макромире, от больших масс и энергии к малым массам и сложным структурам. Перед началом сжатия до размеров нормальной звезды ее масса имеет плотность, близкую к воде. В этот момент образуется простейшая кристаллоподобная структура космического тела, а плотность колеблется в пределах. Через π определим объем и массу звезды номер 1. Кстати, два года назад астрономические центры обнаружили в направлении Магелланового облака звезду нормальной светимости в 156 раз больше Солнца. Это звезда номер 2. Она имела предстартовую массу m2. Масса звезды 118 определим массу через сумму модулей и коэффициента гравитации. Общая масса звезд, ряда нормальной светимости на момент начала структуризации равна масса общая. Это эквивалентно массам 9330 звездам солнечного типа. Масса звезд солнечного типа нормальной светимости равна m118. Для Солнца этот момент наступил 5,2 миллиарда лет назад, когда средняя плотность была 1,4 миллиграмма на метр кубический. Для иерархарического ряда звезд нормальной светимости шаговым числом превращения массы относительно рядом стоящей звезды является учетверенный коэффициент гравитации, умноженный на 10 в 30 степени. Так, предстартовая масса предпоследней звезды иерархарического ряда m117, в период нормальной светимости, число типов звезд 118 не случайно совпадает с числом химических элементов в периодической системе Менделеева. Каждая звезда иерархарического типа является уникальной, со своими специфическими свойствами и функциями. Генерация звездами частины наклонного ряда предопределяется плотностью тела звезды. Содержание тяжелых элементов крупных звездов в сотни раз меньше, чем у Солнца. По своим уникальным свойствам звезды нормальной светимости разбиваются на группы и подгруппы. Наблюдается очень четкая периодичность. В качестве примера следует привести некоторые значения светимости звезд и обратить внимание на топологию чисел, отражающую определенные свойства звезд. Топология числа суммарной светимости 118 звезд также содержит информацию о характере отношений в периодической системе звезд. Таблица номер 1. Неполный ряд светимостей звезд. В таблице 1 приведены значения мощности излучения лишь для части звезд нормальной светимости. Для того, чтобы получить полный ряд светимостей необходимо умножить на число 3,3 и дальше. На порядковый ряд натуральных чисел L116. Светимость звезды номер 1 равна L1 в ваттах. Обращаем внимание на периодичность ряда светимости и на распределение модулей 4-значных, 3-значных, 2-значных, на порядок распределений и делимости иерархарического ряда. Следует заметить, что при переходе с позиции 116 на 117 типа Sirius наблюдается сале эффект скачок, а переход на позицию 118 типа Солнца наблюдается значительная деформация сдвига, что приводит к синэнергетическому эффекту. Число 385 состоит из модуля 77 умноженное на 5, а 7315 из 19 умноженное 77 на 5. Это говорит о структуре звезды и указывает на количество реакторов, камер термоядерного синтеза и их мощность. В случае с Sirius мощность реакторов в 19 раз выше, чем у Солнца. Комплексное исследование соотношения масс, плотности, светимости, времени циклов и ряда других физических параметров открывает доступ к программному механизму самоорганизации и саморегуляции звезд нормальной светимости. А модули – это ключи к алгоритму сигнально-кодовой системы. Язык кодов позволяет считывать необходимую информацию об исследуемом объекте или явлении. Периодическая система 118 звезд нормальной светимости предопределяет систему подсистему высших форм организации, образно говоря, суперзвезд малой светимости, которые образуются в результате деления звезд основного ряда. Система суперзвезд малой светимости приведена в полной таблице номер 2, в которой входит 29 тип звезд организации высшего порядка. Таблица 2. Система суперзвезд малой светимости. Лидирует в этой подсистеме звезда номер 1 со светимостью 3,8 на 10,26 Вт. Это ряд звезд солнечного типа. Порядковый номер звезд по своей сути является показателем светимости относительно Солнца. Рядом приведены параметры энергии излучения в ассалютных величинах, то есть в Втах, умноженные на 10,26. Модули кода отражают объективную реальность, так как имеют под собой физическую основу. Необходимо сделать акцент на двойственность модульных кодов. Байжественный модуль числа 3850 содержит модуль 77, умноженное на 5. Поэтому числовое выражение светимости каждой звезды содержит кратность энергетического кода 77. Другая сторона сигнально-кодовой системы отражает качественную сторону объекта в модуле второго порядка, определяющих его положение в системе соотношений всего и архарического ряда звезд. По сути своей, любое из чисел ряда светимости звезд является разложением на неравенство модуля кода. Так, мощность излучения Солнца равна числовому выражению 3850. Сумма пар числа дает модуль 88. Или, например, 4620 имеет модуль 66, в скобках 66 равно 46 плюс 20 и так далее. Так что Сириус, номер 19, предопределяет нижнюю границу третьего периода, 19-27. В эту систему входят еще два типа звезд под номерами 28 и 29. Точнее, примыкают к ней, являясь необходимым дополнением и даже исключением, так как нет правил без исключения. Дело в том, что все звезды нормальной светимости без исключений обладают общим свойством. Они не могут существовать без родственных связей и отношений. Поэтому звезды либо группируются в шаровые скопления, либо являются элементами прозраственных звездных структур в соответствии. Либо происходит деление звезды по нечетному ряду и образуются орбитальные структуры без центрообразующей звезды. Либо производят выброс части массы и становятся центрообразующей звездой звездно-планетарной системы. Деление по четному ряду приводит в одних случаях к редукции распаду на более мелкие образования, выходящие за пределы оптимальных отношений. В других случаях происходит неустойчивое образование пары звезд с аксиальным или радиальным взаимоположением. Однако есть исключения. Звезды-одиночки – это короткоживущие объекты. Так, например, нейтроны в свободном состоянии. Их жизненные циклы многократно увеличиваются лишь в системе, образованной множеством родственных объектов. И все же в случае нарушений пропорции основных параметров появляются звезды-одиночки двух основных типов. А. Неустойчивая во времени, каковой является звезда номер 28 со светимостью 107 на 10 в 26 ватт. Она запрограммирована на самоликвидацию посредством взрыва. В качестве примера можно привести взрыв звезды, произошедшей несколько тысяч лет назад в созвездии Тельца и образование корбовидной туманности с волокнистой структурой. Эта звезда самодостаточна, так как это замкнутая система. У нее практически отсутствуют внешние связи и механизм саморегуляции и ориентации движения в пространство. Движения этого типа, звезд-одиночек, носят хаотичный характер. При большой линейной скорости они непрерывно пересекают галактику в различных направлениях, не имея определенной устойчивой орбиты, так как она не привязана к какой-либо системе координат. До сих пор остается неизученным механизм самоорганизации звезд нормальной светимости. Самыми древними, простейшими формами пространственной организации звезд являются шаровые скопления за пределами дискообразной главной системы галактики. Безусловно, исследование звездных скоплений позволит приблизиться к пониманию механизма самоорганизации звезд. Система шаровых скоплений звезд. Известно, что галактика представляет собой дискообразную систему, вокруг которой образованы два полушария. Полярные области, в которых находятся наиболее удаленные от центра галактики звезды, объединенные в шарообразные скопления. Фундаментальная роль шаровых скоплений очевидна, однако механизм структуры отношений и связей до сих пор мало изучен. Метан нелинейных модульных вычислений открывает доступ к сигнально-кодовой системе шаровых скоплений, что, соответственно, позволяет моделировать механизм самообразования звезд, элементов системы, а также принципы самоорганизации звездных скоплений как единой и целостной системы. В ходе исследований было установлено, что весь ряд звезд нормальной светимости, за исключением звезд солнечного типа 118, делится на 13 подгрупп и по 9 звезд в каждой. При этом в нашей галактике, точнее в ее сферах, находятся звезды 11 групп со 117 звезды по 19 звезду включительно, а весь ряд 117 звезд находится за пределами галактики. Таким образом, в каждом полушарии галактики формируется по 11 типов звездных скоплений, объединяющих группы, состоящие из 9 звезд. При разработке инвариантной модели пространственных распределений дискретных образований в естественных системах пришлось начинать с базисных простейших отношений, каковыми являются отношения дискретных парн керн-карпускула в мировом пространстве. Сняв линейные ограничения вакуумного детерминанта, то есть вводя в структуру Вселенной элементарной частицы, предоставив им возможность для пространства самоорганизации, получили весьма интересные результаты. Все множество числиц в одном метре кубических разбилось на 88,4-19,44 группы и распределилось на поверхности сферы, предельно близкой к площади поверхности уникального разновесного шара 36π кубических объемов, единиц кубических объемов, или квадратов единиц поверхности. Заметна лишь небольшая разница между реальным распределением и уникальным шаром. Алгоритм этих отношений определен. Следует вывод, что образование шарообразных структур в пределах Вселенной является самой простейшей и первичной формой пространственной самоорганизации дискретных образований. Этот ключевой момент проявляется и в пространственной организации шаровых скоплений звезд нормальной светимости. Методы числовой геометрии и метод нелинейных модульных вычислений позволяют объяснить причину образования звезд нормальной светимости в группы по 9 единиц и выявить базисный элемент структуры образования. Самым простейшим из правильных многогранников является тетраэдер. Его объем равен, который определяет максимальное число элементов и археологического ряда звезд нормальной светимости, объединенных группами. Тетраэдер, вписанный в другой тетраэдер, определяет компактную и устойчивую в пространстве и времени 9-звездную структуру. В 8 вершинах этой структуры распределяются звезды одного типа и образуют общую гравитационную сферу-оболочку. В центре звезды одного, в центре структуры находится центрообразующая звезда, выполняющая функцию керна, но не являющаяся таковым по своей природе, однако выполняющая роль гравитационного центра структуры. Гравитационные поля всех 9 звезд образуют простейший контакт на гравитационные связи, подобно первичным дискретным образованиям мирового пространства, и выступают в связи, связи и отношения с другими 9-звездными структурами как единое целое. В качестве примера 9-звездной структуры можно привести космический объект, который ярче Солнца в 8 611 187 раз. Астрономы до сих пор считают его звездой, хотя в действительности это 9 звезд номер 6. Мощность излучения одной такой звезды равна 3,6 на 10,31 степени ватт. Благодаря большому расстоянию до 9-звездного модуля, его компактности и суммарной мощности излучения, источник излучения наблюдается как целостный точечный объект. Напомним, что мощность излучения самой большой звезды номер 1 равна 3,8 на 10,31 ватт. А модуль из 9 таких звезд способен излучать 34,6 на 10,31 ватт. Устойчивость во времени как шарообразных структур, так и звезд, входящих в эти структуры, прежде всего обеспечивается оптимальным соотношением плотности шаровых скоплений и плотности среды их обитания. Учитывая неоднородности распределения масс в космическом пространстве и установив порядок ступенчатых распределений космических плотностей, привели их в единую систему нелинейных распределений космических плотностей, в том числе и для шаровых звездных скоплений. Таблица 3. Система нелинейных распределений космических плотностей. Причем небольшая плотность соответствует наименьшей массе и наименьшему числу звезд скоплений одного типа. Для нашей галактики необходимо лишь 11 позиций уровней с 13 по третью, а для галактики Туманность Андромеды необходимо 13 позиций, то есть с 13 по 1 включительно. Магеллановы облака и периферия местных групп занимают промежуточные позиции. Следует обратить внимание на то, что при составлении таблицы был использован метод безотносительности в отношении разряда частовых выражений плотности. Множитель 10m рассматривался безотносительно степени n до тех пор, пока значения плотности не вводятся в соответствующую систему отношений. Это позволило свести в единую структуру системные связи между числовыми выражениями значений плотности для различных космических структур. Суммарное значение нулевых значений космических плотностей 1,4 мг на метр кубический является оптимальным для режима нормальной свидетельности звезд солнечного типа. Стабильности процессов, протекающих в этих структурах, способствует организационная форма скоплений и свойства самих звезд этого ряда. Биттетраидальная модульная компоновка равновеликих и тождественных элементов звезд, а также отношение симметрии и прямого порядка приводит к эффекту дискретности и деформации внешних связей, зацикливанию и даже обрыву некоторых из них, что, в свою очередь, препятствует участию в взаимодействиях звездных модулей, а значит, и их собственному саморазвитию, сохраняя устойчивость во времени процесса протекающих в звездах. Это обстоятельство в разы продлевает жизненный цикл звезд. Например, в туманности Андромеды, где обитают самые тяжелые звезды с 1 по 18 номер иерархарического ряда звезд нормальной светимости, которые образуют шаровые скопления с самой низкой плотностью 3,4 на 10 в минус 21 миллиграмм на метр кубический за счет вхождения в структуру шаровых скоплений звезд, самых ярких звезд всех звезд типа ШЗС с плотностью 4,35 на 10 в минус 21. При этом наблюдается парадоксальный эффект снижения плотности с 362 по 344 на 10 в минус 21, а продолжительность жизненной деятельности более легких звезд увеличивается в два раза с 13 миллиардов до 26 миллиардов лет, предел самых больших шаровых скоплений. В нашей галактической системе шаровые скопления с плотностью 4,35 на 10 в 21 существуют самостоятельно ввиду полного отсутствия звезд с 1 по 18 в нашей галактике, но всего 13 миллиардов лет. Вне сообщества жизненный цикл звезд не только заметно сокращается, но и происходит либо самоделение звезд, либо звезды теряют устойчивость в пространстве. Выявив ряд закономерностей, самоорганизации звезд, нормальной светимости и механизм самообразования шаровых скоплений мы привели в систему шаровых скоплений звезд нормальной светимости, таблица 4. Число звезд в шаровых звездных скоплениях определяется соотношением прямого порядка с учетом компоновки звезд в девятизвездные структуры. Так, ряд соотношений прямого порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Множим на 54 и получаем монотонный ряд, 3 шестерки, 3 шестерки, миллион звезд. Первый – группа светимости. Следующий ряд получаем в результате деления монотонного ряда на число 11 и так далее. То есть в математическом аспекте все достаточно, просто. Таблица 4. Система шаровых скоплений звезд нормальной светимости. Полный цикл светимости определяется снизу вверх. С числа 44, деленного на 7, делимое последующих уровней определяется шаговым числом 12. Так, позиция 12 определяется в 8 миллиардов лет. Наибольшая продолжительность существования звездных скоплений равна 26 миллиардов лет. После чего происходит переход к другому уровню структурных отношений. Умножив монуль 200 на 2 и разделив на 7, получая время существования галактических структур. 57 миллиардов лет. Содружество галактик имеет цикл равный 257 миллиардов лет. И глобальные межгалактические образования в метагалактике имеют самый большой цикл. 2257 миллиардов лет. Наибольшая масса приходится на шаровые скопления первой позиции. Следует учитывать, что 216 есть сумма собственной массы скопления номер 1 и массы позиции номер 9, равной 21 на 10,36 миллиграмм. Поэтому при расчете суммарной массы всех 13 позиций масса номер 9 не учитывается. Но она учитывается при суммировании массы с позиции 3 по позицию 13. Полная энергия светимости определяется светимостью четвертой звезды в иерархии девятизвездного модуля, умноженной на количество звезд данного уровня. Следует особо обратить внимание на особенности таблицы 4. В последней колонке справа определены галактики местной группы, в границах которых находятся те или иные типы шаровых скоплений. Так, в туманностях Андромеды находятся все типы шаровых скоплений. В нашей галактике находятся только 11 типов шаровых скоплений, с 3 по 13. В Магелланово облакат только 3 типа шаровых скоплений, 10, 11, 12. А периферия местных групп также имеет 3 типа, 11, 12, 13. Но масса позиции 12 удваивается. Таким образом, в сотрудстве галактик местная группа находится 8403 миллиона звезд в шаровых звездных скоплениях. Всего же в местной группе галактик находится 8 836 миллионов звезд ряда нормальной светимости. С учетом не связанных в структурах звезд, общее количество звезд в местной группе равно 8842 миллиона звезд. Интересно, что это количество звезд дискретных образований при распаде структуры образующих связей, как и в случае с элементарными частицами мирового пространства, занимает плочность поверхности близкой к поверхности уникального шара. Как видим, проявляется общая закономерность для дискретных и несвязанных между собой космических образований. Устойчивость звездных структур обеспечивается гравитационными сферами-оболочками, то есть деформированным вакуумом, которые не проявляют признаков массы, но являются также дискретными образованиями. Их соотношение для шаровых скоплений равно 1,4, для звезд дископодобной структуры 0,1, а для 88 звезд равно единице. В своей совокупности они выполняют функцию модулей тонких физических структур и входят в алгоритм сигнально-кодовой системы. В соответствии с инвариантной моделью Вселенной, представленной автором его доклад в 2008 году, распределение бесструктурных масс во Вселенной происходит в соответствии с рядом числа Пьера Ферма, которые являются квинтэссенцией ряда простых чисел. Интересно, что единичные объекты бесструктурных масс в совокупности образуют пятое число Пьера Ферма и распределяются в метагалактике. Метод модульных вычислений позволяет определить массу единичного объекта и выявить его функцию. В таблице шаровых скоплений сумма масс для шаровых скоплений определена как 442 на 1026 для нашей галактики. И для шаровых скоплений определена и для туманности Андромеды как 774 на 1026. Однако в нашей галактике общая масса равна около 500 на 26. При этом приходится 433 миллиона звезд в дископодобной структуре, а 29 на 26 на бесструктурную массу, находящейся в центре галактики и являющейся ее ядром, выполняющим функцию детерминатора Керна. В Магеллане облаке нет вообще центрообразующего объекта, а в туманности Андромеды центрообразующий объект состоит из компактно расположенных гигантских звезд. Общее число звезд местной группы может ответить на актуальные вопросы после соответствующих преобразований. Для начала необходимо модули доминанта 471 и 417 поменять местами. Для этого модуль 417 необходимо разложить на модули кратные 11. Образуем ряд числа множителя. Проверяем. Детерминанты местами поменялись. А теперь можно переходить к системе тонких физических структур. К этому числу добавляем удвоенное количество особых, сформированных в 9-звездные модули, а общее количество которых равно 15 миллионов звезд. Сумма равна 11 826 миллион единиц. Осталось добавить сверхмалых звезд внутренней структуры галактики. Но у звездной системы внутридисковой структуры есть антипод. То есть подобная галактическая структура за пределами нашей галактики. С другими характеристиками и свойствами, но в которых возможно обитание разумных существ на определенном этапе эволюции галактической структуры. Количество звезд в этой галактической подсистеме равно 413 миллионов звезд. Таким образом, если к числу 7 прибавить число 302, то получим делитель для гравитационной постоянной. Если общее число звезд местной группы... Если ряд 5 пятерок, 4 нуля разделить на общее число звезд Содружества галактик местной группы, то получим доступ к сигнально-кодовой системе. Результат деления равен числу 59 953 и далее запятая. Делим на 2 и получаем эквивалент скорости электрона. Умножаем полученный эквивалент на 8 и получаем число, равнозначное числу, с какой силы электроны отталкиваются друг от друга. Умножив общее число звезд группы на 5 число Пьера Ферма, то будем знать, сколько звезд в нашей половине метагалактики. А именно... Вот очень длинное число. Умножив общее число звезд группы на число Ферма, то будем знать, сколько звезд в нашей половине метагалактики. А именно... Тоже длинное число. Через Пи в квадрате и отношения прямого порядка определим число звезд нормальной светимости во всей метагалактике, а значит и во всей Вселенной. Итак, Пи в квадрате 81 равно числу миллиардов звезд. То есть, во второй половине находятся вот столько миллиардов звезд. Более точное значение с учетом внеструктурных образований представлено модулем. А именно... Умножить квадратный. Да, 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 да. Для определения количества шаровых скоплений в сферах нашей галактики, старой ее части, необходимо знать минимальный диаметр шарового скопления. Его определили через третье число Пьера Ферма. 17 на 10 в пятой степени. При этом вычитается число 8 в третьей степени, а полученный модуль делится на 9 структурообразующее число. Количество шаровых скоплений галактик определяется через отношение коэффициент гравитации G и наименьшего диаметра шаровых скоплений, близкого к значению 20 световых лет. Диаметр наибольшего шарового скопления в галактике 9,4 на 10,17 метра. А диаметр скопления номер 2 равен 9,4 на 10,17 метра. То есть оба близки к значению 100 световых лет. Возраст наибольших скоплений относительно нашей эпохи – это 20 миллиардов лет. Таким образом, остаточный ресурс времени шаровых скоплений гигантов равен 3,4 миллиарда лет, помноженное на 2. Сигнально-кодовые системы звезды, находящиеся на вершине иерархарического ряда всех звезд – Солнцу и его спутнице Земле. А также перейти от статики отношений сигнально-кодовые компоненты к динамике оптимальных преобразований в пространстве и времени.